Так получилось, что сегодня память Петра и Февронии, покровителей христианского брака, супружества на Руси. И вместе с ними память Антонии и Феодосии, преподобных монахов печерских. Первый из них это начало русского монашества Антонии, а Феодосия начало общежительного жития. Таким образом, по сути, сегодня через два праздника этих... В один день Господь нам охватил всю полноту бытия человеческого, потому что больше состояний нет. Есть промежуточные подвисшие состояния, такое ни то, ни сё. Но в принципе два пути спасения – это супружество и монашество. Их нужно воспринимать именно как пути спасения. В них есть свои радости. Радости супружества более-менее понятны. В монашестве есть свои радости, которые нам с вами непонятны. То есть, что Бог умеет веселить избранное своя. И по множеству скорбей умножает свои утешения. Там, поверьте, есть свои радости настолько, что если бы все люди знали, как в монашестве хорошо, то все люди бы побежали толпами в монастыри. Но потом бы они узнали тут же, как тяжело в монастыре, и толпами побежали бы обратно. Поэтому, чтобы не было то бегание толп туда и обратно, люди не знают ничего о монашестве. Как там хорошо и как там тяжело. Про супружество примерно знают, как там хорошо и как там тяжело. Причем больше склоняются к тому, как там тяжело. Потому что все, что хорошо, успевают съесть в первые месяцы своей жизни или еще до брака. А потом начинается вот эта длинная повесть про то, как там тяжело. И об этом все люди знают. И сегодня мы совершаем покровительную память двух этих пар. Две пары святых, которые ходатайствуют и о том, и о том. По части и того, и того, значит, нужно, конечно, иметь мудрость. Вы слышите, мы молимся о юношах и девушках, которые устали от одиночества. И давно уже, давно уже ищут себе спутника жизни доброго. Это касается и парней, и девчат. И мы время от времени просим Бога, чтобы Господь умножил милость в этом вопросе. Потому что современная жизнь, это характеристика ее, много характеристик у современной жизни. Ну, в частности, это, что простое стало редким. И вчера легкое стало трудным. Трудно выйти замуж, трудно жениться, и трудно людям терпеть друг друга, и жить вместе трудно. И работать трудно, и все трудно стало человеку, потому что сам человек испортился. И, конечно, очень важно, чтобы эта жизнь не превращалась в настоящую преисподнюю, еще на глазах наших. Чтобы люди находили себе любовь и создавали браки, и умели жить в браке. Умели включить разные режимы управления собою, чтобы умели помолчать, простить, потерпеть. Чтобы многое умели, потому что это целое искусство. Был такой великий старец Силуан Афонский. В молитве за мир, горение любви неугасающее. Афонский монах, на Тамбовщине родившийся на Афоне, отдавший Богу душу в 1938 году, накануне Великой Второй мировой войны. Его жизнь описана одним великим старцем Сафронием Сахаровым. Этот Сафроний Сахаров сказал, среди многого важных, он такой был духовник великий, он говорил, что к концу своей жизни я понял, что настоящий христианский брак является таким же чудом, как настоящее христианское монашество. Уже долгие годы, долгие столетия, долгие эпохи у людей был очень приземленный взгляд на брак. Ну подрастет пацан, у сына начнут расти, начнется у девки обычная женская. Ну поженим, выпьем, закусим, впряжем их в жизнь. Люди на Руси, например, да и кроме Руси во всех других пределах, никогда не ждали от брака счастья. Слышали вы? Никогда не ждали счастья. В браке счастья не искали. В браке искали потомство, это по-земному, помощь на старость, и в браке искали спасение. Все. Почему нам так тяжело живется? Потому что мы отравлены идеей счастья. Все счастья ищут, и маленькое счастье никому не надо, нужно большое счастье. А большое счастье уже разобрали по запчастям. И вот они все бегают, как бы недовольные, что маленькое счастье ему мало, ему нужно большое или ей. И вот они ищут, как бы до старости будут искать, и так это все смешно закончится. Люди отравлены идеей сверхзвездного, сумасшедшего счастья. Не надо это искать. На Руси счастье в браке, повторяю, не искать. Вам будет это странно слышать, при том, что вы уже тоже отравлены Ромео и Джульетта, Абелярдом, Элоиза. Это вся эта романтическая шелуха, она отравила нам сознание. И люди вместо того, чтобы жить, по земле ходить, они пытаются, как бабочки, на крылышках летать. А эти крылышки тонкие, они горят. Ничего не получается, короче, у людей. Только блуд получается, стыд и сплошные разводы. Разводы, измены, аборты, измены, разводы, аборты. Блуд какой-то получается и гадость какая-то. Мужики пьют, бабы злятся, друг другу изменяют, и все. А ведь хотели все счастья. А не надо было хотеть, если честно. Надо суровее немножко относиться к действительности. Надо искать сначала спасение души. И если мы поищем спасение души, то мы в семье его точно найдем. Причем найдем его так, как мы даже в монашестве не найдем его. Семья спасает человека раньше монашества. Потому что монашество потом появилось, а семья сначала была. И семья древней, святей, и сильней монашества в некоторых смыслах. И вот этот великий монах Сафроний говорил, что мы пренебрегали семьей. Видим какого-нибудь молодого статного красавца-парня. Смотрим, поговорили с ним, а он образован, у него от зубов отскакивает, и греческий, и латынь, и священное писание. И он красавец. А ну-ка ты, а ты петь можешь? А у него музыкальный слух. А ты церковную службу знаешь? А он все книжки знает на зубок. Мама дорогая, да ты же будущий архиерей. А вокруг него девчонки вьются, говорят, да зачем тебе это нужно? Иди наверх, не брось вперед, ты будешь великий человек. Так мы обычно до сих пор и поступаем. Да зачем тебе это? Иди наверх. Иди в монахи, потом в архиереи, потом туда, потом сюда. Что получается из-за этого? Полный кошмар. Пренебрегая меньшим, получают наверху, по дороге наверх, непонятно что. И короче, все косится и сыпется. И вот вдруг нашелся такой монах, старец Сафроний. Неглупый, мягко говоря, человек. Если вы познакомитесь с его биографией, он будет очень интересно, кстати. Который сказал, я понял на старости лет, что супружество не менее свято, чем монашество. Супружеством нельзя пренебрегать. Оно такое же святое, как монашество. И настоящие святые супружества столь же редкие, как настоящие святые монахи. Потому что постричь можно 700 тысяч за полгода. А с них святой будет один, а может не одного. И повенчать можно миллионы людей. А с них нормально жить будут, как люди, а не как скоты или звери. Только пару супружеских жизней. Потому что супружество великое, и мы плохо смотрим на него. И с точки зрения романтизации его, и с точки зрения меркантилизации его. Если вы понимаете, в общем, о чем я говорю. Что такое меркантилизация и романтизация. Вы же городские жители, правда? То в селе бы бабки перекрестились. А вы же понимаете, что такое меркантильность, что такое романтизм. Излишняя меркантильность и излишний романтизм. В общем, мы сегодня имеем Антония и Феодосия, которые молятся за монахов. Ну, вообще за всех. Но за монахов в особенности. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Дал Богу обеты, вперед. В монашесе вообще невозможно жить. В монашесе можно только умирать. Если кто-нибудь хочет прийти в монахи со временем, это очень хорошее желание. Это очень хорошее желание. Если христианский народ перестает рождать монахов, он развращается, превращается в Содом и Гоморру. То, что мы видим на протестантском и католическом Западе. Так вот, если у кого-то возникнет желание быть монахом, то надо понимать изначально, что монахам нельзя жить. Монахам нужно постоянно умирать. Не доспал, не доел, там болит, тут болит, что-то там скрипит, там плачется, там охается. Это и есть монашеская жизнь. Монашество – это добровольно выбранный путь смерти, для того, чтобы воскреснуть в Иисусе Христе еще при жизни. Если такой человек будет. Но остальным всем дан путь супружества. И он не меньше святой и не меньше благословенный. Супружество воспитывает в человеке все добродетели. Супружество воспитывает в человеке, если бы только мы хотели учиться, оно бы воспитало в нас простое супружество. Простой мужик с простой женщиной, живущей в браке, воспитало бы ответственность и требовательность к себе, и целомудрие, и готовность защищать другого. А там уже дети пошли, там это вообще начинается целая священная комедия. Только более веселая, чем у Данте. То есть там много начинается священных вещей. Брак не терпит лени, измен, обидчивости, злословия, гордыни. Брак ненавидит гордыню. Если с гордым человеком придется пожениться, то там долго с ним не проживешь. Брак ненавидит гордыню. Брак даже целомудрие требует больше, чем у всех остальных людей. Это только кажется, что ты женишься и получишь целый пакет бесплатных удовольствий. Шиш, поженишься, и у жены то беременность, то кормежка, то тошнит, то болит, то ты не можешь, то она заболела. Короче, у меня такой случай, у одного папа на приходе было 11 детей. Кстати, отметьте себе, что духовенство каким-то образом совмещает в себе черты монашества и семейности одновременно. На нашего папа глянешь, далека не поймешь, то ли он архимандрит, то ли и протеерей. Похоже, потому что, и как-то там батюшки, матушки, дети, там как-то все похоже. Семья православных священников при всех наших блохах, при всем том, что мы все очень больны, и народ наш очень болен, и люди вообще очень больны, в принципе, после согрешения Адамова. Но семьи священников – это наиболее нормативные семьи. Все-таки они тоже разводятся, чтобы вы знали. Но, конечно, в тысячи раз меньше, чем все остальные. И у них тоже всякое бывает, но в тысячи раз меньше, чем у остальных. И они рожают детей, в отличие от большинства других. И там все-таки молодетных попов у нас немного, а 2 и 3 у попов за детей не считается. Там, где уже 4 и 5 и поехали, то есть они все-таки сочетают семью и подвиг вместе. Еще духовенство наше, при всех наших слабостях, ошибках, болезнях, глупости и всем остальном, все-таки духовенство – это лучшая часть нашего народа. В большинстве своем. Они сохраняют в себе родовые черты всей нашей цивилизации. Так вот, один был такой батюшка, весьма благочестивый, у которого было 11 детей. А село начало роптать. Он не требовал от них каждый раз добавку к деньгам на лишнюю пачку памперсов. Он не требовал. Но они говорят, он так много детей родит, что мы их не прокормим. Люди начали роптать. Так много рожает детей, что мы же содержим священника селом. Он служит у нас, мы содержим его. Если он будет так рожать, то мы все останемся без денег и без хлеба. Одни сказали. А вторые сказали, да чем он вообще занимается, что у него столько детей. Он только детей клепает. Тоже любитель нашелся. И пошли слухи по селу, что батюшка только детей. И он должен был в церкви извиняться перед людьми. Если бы вы знали, что такое много детей. У меня 11 детей, а я вряд ли со своей женой за всю жизнь 22 раза был вместе. Вряд ли два раза на каждого. Может быть, я 11 раз и был с женой за тех 11 детей. Вы не думаете, что у меня только в голове еще одного на жену забраться еще лишний раз. У женатого нет времени об этом думать, между прочим. Это не женатый думает, на кого вскарабкаться. С кем грех совершить. Это не женатый, не замужняя думает, в каком еще клубе ей пойти потусить, где ее еще не знают. В каком туалете она еще что-то стыдное сделает. Это не женатые думают об этом. Женатые думают совершенно о другом. У них вообще не в голове это. Чем больше детей, тем меньше удовольствий. Это все по-другому. Людей бывает. Кстати, короче, тут эта тема такая широкая и обширная. Я бы мог вам об этом много рассказать. Но вы имейте в виду, что сегодня Антоний Феодосий за монахов молится. Мир все растлил. Монашество тоже растлевает. Заведите бедную монаху в келью интернет. И можете считать, что половина работы сделана. Все остальное сделает интернет. Потому что у монаха должен быть чистый ум. Даже если он ничего плохого не смотрит, его уму трудно остаться чистым, если он потребляет много ненужной информации. Ну все. То есть мир тлит нас. Тля тлит. И ржа нас пожирает. Но тем не менее, монашество есть. Оно есть. И настоящее монашество тоже есть. И Антоний и Феодосий имеют за кого молиться. Но вместе с тем еще есть Петр и Феврония, которые молятся за супружных людей. А супружество, я повторяю вам, это тоже путь спасения. И как трудно найти настоящего среди монахов Серафима Саровского, так трудно найти между супругами настоящего Петра и Февронию. Настоящую супружескую пару. Которые проверенные неприятностями, несчастьями, искушенные по-всяческим на грани смерти жизни бывшие, уже разводившиеся, сходившиеся, которые прожили свою жизнь до конца вместе. И могут посмотреть потом на детей своих и внуков своих. Чем больше их будет, тем будет им больше похвалы, если они еще будут верующие. Это настоящие семьи. Остальное все это вы сами знаете без меня. Тот пьет, та не может терпеть. Та загуляла, он ее не простил. Той денег мало, она ищет другого. Тому-то, тому-сего. Короче, вот это все, этот мусор, этот вы знаете. Брак растоптан, унижен, оплеван. Кем? Да нами, людьми. А он святой. И по способности воспитывать святых брак не уступает монашеству. Это откровение, между прочим, я вам сейчас говорю. Если бы это сказал в 17 веке, меня бы анафематствовали. Если бы я такой дерзнул сказать перед революцией где-нибудь, да какой-нибудь архиерей бы узнал, мне бы прокляла вся церковь. Ты что уравнял? Вот это вот, вот это вот, вот это вот, это вот чудотворное, вот это вот мелкое житие, с вот этим вот-вот-вот монашеством великим. Да ты что, еретик, откуда научился этому всему? Уже бы все, уже бы моя проповедь закончилась. Но нас Бог так смирил, нам Бог насыпал столько проблем, так нас переживало, это все и выплюнуло, что мы теперь уже не можем гордиться. Уже никто не может гордиться. Ни архиерейство, ни священство, ни монашество. Сейчас выступает из подземелья на свет и сияет брак. Простой нормальный брак. Раньше все говорят, да что ты будешь там жить с женой и землю пахать? Давай ты будешь лучше там в консерватории, каким-то там консерватором. Будешь там в епархии архиерейном. Раньше все было высоко, одна только семья такая, как-нибудь будет. А сегодня все опозорилось. Одна только семья осталась и сияет. Она говорит, а я не ниже вас. И не убьешь ты меня. Потому что семья началась в раю. Еще не было государства, не было многолюдства, не было законов, не было армии, не было того, что мы понимаем по церкви, в смысле таинства, иерархии, там одежд, храмов. Ничего не было. Был только рай и Бог. И в раю были два человека. И один из них с именем, а другая без имени. Его звали Адам, а ее никак не звали. Не было имени у нее, пока их не выгнали из рая. До первых родов не было у женщины имени. Родила и получила имя. И вот этих были двое, и это была семья уже. Еще ничего не было, а это уже было. Поэтому все исчезнет, а это останется. И сегодня мы начинаем понимать, что семья выше всего. Мы раньше не понимали этого. Нас даже учили, что что-то не так. Что есть вещи лучше, выше, 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 выше. И вот наконец, в 20 веке великие монахи поняли, что супружество святое. Супружество дает человеку спасение. А в 21 мы можем это повторить за ними. Супружество выше всего. Берегите супружество. Потому-то вы не можете выйти замуж. Потому-то вы не можете жениться. Потому что вы ищете в браке не того, что брак дает. А ищете в нем какого-то легального разврата или чего-то еще вы ищете. Не знаю, что вы ищете. Но тогда люди не могут пожениться, потому что ищут не того. Они не понимают брака. Они его потребительски ищут. Ну как с похмелюги человек ищет холодную воду. Вот так люди ищут, как бы истосковались и ищут. А понимать брак никто не понимает. Спросишь человека, что ты хочешь? Говорит, хочу иметь мужа. И ни одна не скажет, хочу быть хорошей женой. А между быть и иметь пропасть. Хочешь иметь? Ну вот и сиди у разбитого корыта. Хотел бы быть, уже давно бы нашелся бы человек, которому ты была бы, ты бы была бы, именно ты, именно ему бы, хорошей женой. Только меньше мечтай об Аланделоне и о принце Уэльском. Осмотри вокруг себя и найдешь себе нормального человека и будешь ему хорошей женой. А все хотят иметь богатого мужа или там что-то еще, красивого мужа, здорового, сильного, там какого-то еще там альфа-самца мужа. Хотят иметь. Что имеют в результате? Стыд, о котором говорить нельзя. В церкви вообще нельзя, даже за порогом церкви стыдно, потому что в головах все поменялось. Если вы будете искать то, что нужно, то, что нужно, Бог вам всегда даст. Не отказывал нам еще никогда Господь в том, что нам нужно. Все на земле для человека создано. И людям всего хватит. Как говорил патриарх сербский Павел. Вы не переживайте, что там глобальное потепление будет, ледники растают, что воздух загрязнится трубами, там всякое такое, что не будет чистой воды в реке или в озере, что земля рожать перестанет. Вы не переживайте об этом. Это все Бог создал. И создал для человека. И Бог любит человека. Если человек любит Бога в ответ, то человеку всегда будет хорошо на земле. И человеку всегда хватит чистой воды, свежего хлеба, спелого овоща, синего неба, земли плодородной, красивой под ногами, моря ласкового. Все хватит для всех, если вы будете люди. Но если вы будете не люди, то на маленьком квадрате земли вы поссоритесь за какой-нибудь старый кустарник и поубиваете друг друга, как Каин убил Авеля еще в начале, когда вся земля была перед ними. Вообще, уходи куда хочешь, ни с кем не спорь. Но им не нашлось места на огромной земле, хотя их было только двое. И если вы будете не люди, вы будете всю жизнь ссориться, всю жизнь завидовать, всю жизнь обижаться, всю жизнь будете страдать. И будете справиться. А почему все так? Еще и сделайте Бога виноватым. Будьте только люди, и все будет у вас. И чистая вода в стакане, и свежий хлеб на столе, и синее небо над головой, и птица пропоет возле вашего окна поутру вместо будильника, разбудит вас в воскресенье утром на службу. Только будьте люди. И вот в слово люди включается хочу иметь детей, хочу создать семью, хочу послужить. Жена, девушка думает, хочу быть женой, послужить мужу и родить детей. Мужик думает, хочу создать семью и быть в семье главным, всех защищать, всех содержать, всех кормить, за всех отвечать, всех учить. Хочу быть архиереем в маленькой семье. Это архиерейская чин. Настоящий батька, это покруче архиерея еще будет. Понимаете, о чем нам приходит сегодня говорить? Так что нам Бог дал сегодня и монашескую похвалу, Антония Феодосия, и Петра, и Февронию. Кто в браке живет, берегите брак. Развалите брак, будете виноваты до смерти, никогда не отплачете. Вот эта порнуха под названием вторая жена, третья жена, четвертая жена, пятый муж, седьмой муж, восьмой сожитель. Это порнуха настоящая. Люди живут в этом, принюхались уже просто, не понимают, в какой свраде они живут. Это будет наказано. Бог сам знает, когда кого у Господь не ошибается, Он правильно видит, и у него сильные и длинные руки. Но вы берегите брак свой. Кто в браке? Даже до старости. Бабка на деда не ворчи, дед бабку полбу ложкой не бей. Много об этом сказано, интересно, но не сейчас. А те, кто не имеет брака, имейте в виду, что это так же трудно, как постри себя в монахе и быть хорошим монахом. На сегодняшний день правильно жениться, по духу правильно, и правильно жить в браке, и правильно думать о браке, это так же редкостно и так же трудно, как постричься в монахе было всю жизнь до сегодняшнего дня. Так что брак вырос. Все унизилось. Один только брак вырос. И будет стоять наверху брак. Он не исчезнет. От Адама и Евы до последнего мужа и жены. Не исчезнет брак. Так что вот такие мои сегодня, как всегда, смешные и плачевные с вами вместе беседы и размышления. Благословение Господне на вас, только благодатью и человеколюбием всегда, ныне и пресно, в веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok